Honda Motor ввела в эксплуатацию новую аэродинамическую трубу для продувки полноразмерных макетов и прототипов автомобилей. Она расположена в Огайо, США, до сих пор у североамериканского подразделения компании не было своей аэродинамической лаборатории. Вложения в объект под названием Halo, Honda Automotive Laboratories of Ohio, составили 124 миллиона. Прежде при создании автомобилей для Северной Америки Хонде приходилось арендовать аналогичные объекты у сторонних компаний. Установка позволяет проводить аэродинамические и аэроакустические испытания. Отметим, на заводах Хонда в США и Канаде в сумме в 2021 году было выпущено 1,3 миллиона автомобилей. Для сравнения, в родной для бренда Японии – 615 тысяч. Японский производитель называет Halo самой современной аэродинамической трубой в мире. Ее сердцем стал вентилятор диаметром 8 метров. Он включает 12 полых лопастей из углеродного волокна с зазором всего 4 миллиметра между ними и стенками трубы. Во время экскурсии по лаборатории инженеры Хонда признали журналистам издания Motor1.com, что после установки вентилятора его центровка была нарушена. Лопасти царапали стену. Пришлось сошлифовать немного штукатурки. Вентилятор приводится в движение электродвигателя мощностью 5 мегаватт 6798 литров, который раскручивает его до максимальной скорости 250 оборотов в минуту. На пределе установка способна генерировать ветер со скоростью до 310 километров в час. Датчики в полу умеют фиксировать изменение давления всего на 250 граммов, что позволяет точно оценить прижимную силу. Система также способна проводить аэроакустические испытания для работы над шумоизоляцией. Звук замеряется массивом из 502 микрофонов, расположенных с каждой стороны автомобиля и над ним. Еще 54 устанавливаются внутри машины. Во время испытаний автомобили находятся на поворотной платформе, способной вращаться на 180 градусов. Это позволяет оценивать аэродинамику и аэроакустику не только при фронтальном ветре, но и боковом. Плюс к этому упрощаются загрузка и выгрузка автомобилей из аэродинамической трубы. В «Хонда» утверждают, что к осени 2022 года расписание тестов в трубе будет полностью забито, в трубе планируют проводить несколько смен испытаний каждый день. Также компания намерена сдавать установку в аренду.